Доброе утро! Сынок, сколько у нас в семье человек? Трики, один, два, три, четыре, пять! Так сколько в семье? Пять? Он, Вися, мама, папа, а ты? Получается пять, да? Не знаю, ты знаешь, как будто здесь мокрый какой-то, да? Нет, как будто и снежинки тоже летят. Короче, вот называется... Какое сегодня? Сегодня у нас восемнадцать-то время. Ну, короче, да, снежинки летят, сынок. У нас зимой снега не было, да? Градусники, чтобы вы понимали, где-то градуса два тепла. Ну, то есть, не жарко сегодня. Я делаю... Готовлю себе завтрак. Это будет каша с белком. Здесь вода, молоко по 100 миллилитров, 30 грамм геркулеса, немножечко сахара. И сейчас все это варится до готовности геркулеса. Потом добавлю туда уже взбитый белок. Я уже его взбила. Вот, белок взбитый. И немножечко какао. По-моему, сейчас точно понятно, что у нас снег летит. Мы на Кубане! Мы на Кубане, да. Какой шлиф мешок? Да. Я сейчас буду мариновать на обед утку. Вот у меня утка. Она еще, знаете, там внутри немножко подмороженная. Я ее туда достала со вчерашнего дня. Ну, вот она из-за того, что тут много, в общем-то, мяса. Она до конца не разморозилась, но это вообще ничего страшного. Сейчас я ее посолю, поперчу и намажу майонез с чесноком. Вот. И буду запекать, прям завернув в бумагу. Именно не в фольгу, не в рукав, а именно вот в бумагу для запекания. Почему-то так делает Сережина мама, и мне очень нравится. Потом раскрою я еще сверху. Вот это заматываю, сверху еще один лист бумаги. И потом снимаю этот верхний лист и жду, когда заруменится корочка. Поэтому сейчас намазываем, а потом в духовку. Часа на два, наверное. Да-да-да-да, намазали все. Я все это закрутила хорошенечко. И в духовочку. 180 градусов я поставила. Нужно, естественно, смотреть по духовке. Потому что у меня, например, как мне кажется, она жарит немножечко выше. Примерно где-то 190-200. То есть ставишь на 180. Но это мне так кажется. Я, честно, прям термометром не проверяла. Но вот мне так кажется. Я уже всю уточку достала. Она вот как раз два часа была в духовке. Минут 20 без бумаги. Я ее так и отвернула. А так была все время, как бы пропаривалась. Была в бумаге. Сделаю салат. Потому что уже розовые помидоры у нас пошли. Я уже не купила. И булгур у меня есть. Сейчас коржу в мультиварке сварю. Ришка здесь на велотренажере. Тоже вязал. Сколько ты пучков связал? Я пять. Пять штук? Печатал. Я сейчас фотографирую пряники. Вот сейчас сфоткаю. Мама сегодня не свое питание. Общее булгур сегодня у нас. Пообедай с холопами. С холопами. Помидорки порезала. И уточка домашняя. Это что, подливка? Да. Напоминает. Что тебе напоминает? Гречку с подливкой вчерашней. Ты с камерой. Привет. Афоня, привет. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Здравствуйте, Афанасий Сергеевич. Расскажите. Как у вас дела? Нормально. Григорий Сергеевич ждет контрольную, да? На диване. Как она называется? ВПР... Нет. Все российские? Административно. Административно? Да. А ты что ждешь? Пятницу? А когда у нас пятница? Я. А что ты такой грустный? Грустный. Так, ребят, я наконец-то украсила свои куличи. Сегодня отфоткала. Так что на вере пряничной можно все смотреть. Все фотографии. Вот такие вот куличи. Я сняла вот эти обложки. Можно еще сюда Леночку привязать. Я думаю, что я завтра привяжу и покажу вам. Вот. И даже без топера вот просто украсить меренгой тоже очень красиво. И я еще меренгу раскрошила. Видите, вот посыпала здесь зеленую, раскрошила. Вот тоже, я не знаю, как сейчас цветопередача, но правда красиво. И вот эти морковки мне очень нравятся. Так, а здесь у нас Христос воскрес. Сейчас я это все поверну. Вот так куличи, конечно, маловато для этого топера, но сам смысл, да? И молоко. Вот так вот. Мне нравится. Я, в общем-то, обалдею. Как вам? Мне нравится, особенно, даже без вот этого топера самоукрашения вот так вот меренгой. Можно даже тоже зеленой посыпать. Вот она тогда немножко на контрасте. Вот. Мне нравится вот такая вот штука. Ну, соответственно, вы должны понимать, что вот это все тверденькое. Но его можно снять и кушать. Вот. Поэтому вот так вот. Я еду за Антошиком, у нас вот 7 градусов показывает. То есть после 25 вы понимаете, что 7 градусов это очень холодно. Сейчас заберу Антоху, надеюсь, что он не задержится. У них же в воскресенье выступление, потому что день танца. И, соответственно, они репетируют немного больше. Бывает там на 20 минут задерживаются. Поэтому ежу я забирать. Сужу меня очень нервничать по этому поводу. Но я согласна, когда... Тут как бы такое двоякое. Я могу понять Аллу Алексеевну, потому что все зависит от детей. Я думаю, что когда дети все делают хорошо, да, все слышат, все помнят, то задержек нет. Ну, если они есть, значит, дети не все слышат, не все помнят. А я любуюсь пасмурным небом. Нет красивого заката, к сожалению. Ну, пока так. Все равно хорошо. Вот это поле, видите, уже зарастает травкой. Должно быть для многодетных. В прошлом году здесь что-то сажали. Я даже уже не помню, что. А в этом году, не знаю, прям уже скоро должны получать участки многодетные. Посмотрим. Нам, конечно, очень хочется... Ну, вот здесь именно. Если бы здесь давали участок недалеко от нашего дома, почему бы и нет? Но здесь не там, где хочешь идут участки, потому что вообще некоторые участки посреди поля. То есть вы понимаете, что посреди Майдана просто тебе выдадут там, ну, грубо говоря, 6 соток. Я не знаю, там до 8 соток, по-моему, участки. Даже не 10. Вот твои там 8 соток посреди поля. То есть, понимаете, да? Все за свой счет. Свет за свой счет. Дорогу за свой счет. Воду за свой счет. В общем, все за свой счет. Как-то я к такому не готова. Я часто думала, что будет по-другому. Ну, как бы, дают бери. Но мы пока не писали ни на какой номер. Нужно идти в МФЦ, выбирать участок, писать на него заявление. Вот. Мы не писали еще пока. Мы еще ждем. Потому что мы еще многодетные до того, пока Гришке не исполнится 18. Ну, получается. И плюс он там еще будет, если на иждивении. Поэтому мы пока не торопимся. Потому что это же все равно ответственность. Поэтому мы пока без участка. А вы, кстати, если вы многодетные, как там у вас в регионе? Многодетным выдают, участки не выдают? Мы, если честно, даже не подавали документы на участок вообще. Мы даже не становились на очередь. Потому что участки раздавали, честно, фиг знает где. Но сейчас вроде бы же вот тут, вот рядом с нашим домом. Почему мы думаем, блин, ну, если тут, то да. Но, опять же, тут ничего не обжито. Просто пахота, просто поле, которое, ну, соответственно, трава, грязь. И посреди поля 8 соток твоих, которым ты должен будешь по грязи лезть. Ну, как там, не знаю. Меня пока эта перспектива не радует. В чем еще же такой прикол, что ты должен сам его поставить на кадастр. Сам отбить колышки, получается. Вернее, на кадастр поставлено, но колышек ничего нет. Вот, межевания нет. Сам делаешь межевание, сам ставишь колышки. Но могу сказать, даже уже по факту того, что ты сделаешь межевание и построишься. Вот, например, у нас у дедушки дом, мы делали межевание. А потом оказалось, что дом стоит на дороге. То есть, соответственно, знаете, вот как потом это все решать. Поэтому... I used to believe Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok